Вас приветствует мастерская Ремстар Тех Мы продолжаем собирать наш ИЖ-49 Видите, я уже добавил карбюратор Так, по мелочам Сейчас собираю колеса Вот одно колесо уже собрано Покрышка второго ждет, который мы долго ждали, искали В данном случае это МИТОС 3.50 на 19 Да, сразу многие скажут, вот было 3.25 Объясняю Вот у нас оригинальная L-130 Это один из проектов на потом Ждет своей очереди Вот, эти покрышки, я считаю, они максимально похожи по рисунку Да, конечно, они одно и то же, но похожи Вот, это она спущенная, поэтому она кажется шире Когда она накачанная, они, в общем-то, одинаковы Хотя это 3.25, а это 3.50 Все дело в стандартах Сейчас по-другому считают Я, что, наверное, не вникал в чем, но опытным путем выяснили, что На один размер надо брать больше Вот у нас, видите, такая 3.25, 19, L-130 А вот у нас 3.50, 19 Сосок камеры выглядит вот так Вот, тоже максимально похож Потому что сейчас многие идут Ну, резиновая часть торчит Здесь нет Вот у нас, сейчас вам покажу Как будет собираться в данном случае Вот, заднее колесо Перед сборкой сразу же Я уже подрезал, вот где торчат спицы Подрезал, ну, подтачиваем болгаркой Для того, чтобы не пробило камеру Дальше идет такой вот простенький флипер Резина Для смазки я использую Купленную на рынке Силикон Ну, как бы, тоже опытным путем выяснили Самый удобный вариант Потому что, если использовать Мыльную воду Все-таки она высыхает И не настолько качественно Потом влага остается внутри Силикон впитывается в резину И все Сейчас, сами увидите Насколько легко С силиконом все это одевается Сейчас, не выключая камеру Кривас соберу сзади Многие могут сказать Вот, МИТ основ Не по ретиналу Ну, старую советскую резину Я вообще не приемлю в использовании Так как все ее сроки эксплуатации Давно вышли Здесь, правда Петрашина Тоже модель L-130 Но ее качество просто ужасное Там облой очень сильный И выглядит она, ну Просто жутко Я ее на себе купил Сразу же вернул Хотя, вот на оппозиты Пустим, вот на М-72 Модель И-40 Петрашина Прекрасная То есть, она вот Как-то советская Но почему-то для L-130 У них Ужасные формы Поэтому, используем Эту резину Камера попадает под край Камера слегка закусила Когда в камеру не страшно камеру закусить Если ты монтировкой То, я когда-то в детстве Когда ты первый забортировал Бортировка раз-раз-раз Потом накажешь Бортировка цепляет камеру Ну, закусывает И моментально ее рвует Так, теперь Выкачиваем Первый раз надо дать Небольшое давление Чтобы резина Стала на свое место Ну, так как она хорошо смазана Она четенько стала По ободу вообще Идеально Трикпустим Манометр у меня поломался Так что Пока что она была Вот и все Готово Вот вы смотрели Немного в перемотке Я сейчас внизу вам напишу Сколько времени заняла Сборка одного колеса Это что делает До переключателя света Вот у нас уже Красивенький Окрашенный И как видите Без заклепки Вот Заклепку мы Извлекли И будем Ставить Вот Новенькую Нестный момент Какой вот Такое Отступление От оригинала Я думаю Вполне допустимое Здесь они клепали Вот головка была Внутри Получается Я же клепаю Головкой снаружи Вот она получится Через камеру Не так-то легко Попадать Вот То есть она будет Вот такая вот Красивенькая Снаружи На заводе Чуть проще У них хорошая оправка И они раз И наметили Но я не вижу Смысла извращаться Усложняет точнее себе Задачу Ставить Делать оправку Специальную Чтобы именно Вот Расклепать Так Внешне Оно Прекрасно Получается Первым делом Заклепывается Кнопка Расклепывается Настоященно Просто Часть Это вот часть Которую заклепывать Нужно Это алюминиевая Трубка Аккуратно Маленькая Отверточка Она Расправляется Не расправляется Наоборот Сужается Ну в общем Она без проблем Аккуратненько Сужается И потом Также В данном случае Вот таким вот Керном Сейчас будет Аккуратненько Опять Расклепано Аккуратно Расклепал Одного Этого керна Не хватило Пригодилась Вот такая штука Как там один товарищ Принес Это Форсунка От Камаза Ночная часть Форсунки От Камаза На удивление Она идеально Сюда вот так Подходит Ой Попасть бы Вот Вот Фокус Вот Идеально подходит Расклепывать Надо Совсем чуть-чуть Для того Чтобы только Эта пластина Не отпадала Она остается Подвижной Сложно вам показать В общем Она подвижна Она не приклепана А вот Видите Она Движется При этом Кнопку я снизу держу Вот Следующим этапом Вот уже Раскрепил этот узел Пластиночек И сейчас Подогнав Заклепку По Длине Буду аккуратно Расклепывать Хоть и делаю Я это Далеко не первый раз Но Пришлось Поиграться Вот В принципе Половину времени Заняло Поиск случайно Упавших Деталек Такие вот Пластиночки Черные Сверху Вот Главная задача Которой Не забудьте Обязательно То что Кнопочка должна Работать И работать Не только Вот нажиматься Как сейчас Но и Замыкать сигнал То есть Латунная Пластина Касается Касается Вот этого Контакта И замыкает Таким образом Сигнал На массу А масса На пластине Появляется Через шайбочку Вот здесь Вот внизу Всего этого Бутерброда Шайба Которая должна Прижиматься К оголенному Корпусу И таким образом Здесь появляется Масса Но опять же Когда Ваша кнопка Прикручена Здесь тоже Должно быть Скажем так Повреждено Лакокрасочное Покрытие Для того Чтобы была Масса Иначе У вас Просто не будет Работать Сигнал Вот В принципе Все эти Мотоциклы Сделаны Ну как бы Масса На них попадает Через Повреждение Лакокрасочного Покрытия Вот Помню Когда я первый Самый мотоцикл Собирал Все собрал Все отлично Везде Все подсоединил Стоп Не работает Сигнал Не работает Фара Не работает Блин Ничего не работает Оказывается Надо было Скажем так Хуже красить И более грубо Скручивать И тогда Все работает В итоге Пришлось кучу деталей Откручивать Шкрябать Специально И тогда Все начинало Работать Так Еще Немного Расскажу О переключателе Собрать Его тоже Задачка Непростая Скажем так Вот этот Упорчик У них Как правило Отломан Ну Конечно Он особо На что-то Влияет Нет То есть Кнопка У нас Дальше Уходит И получается Когда у вас Все это будет В корпусе Так Сейчас Пробую Одной рукой Попадаем В корпус Вот Когда все это У вас будет В корпусе В общем-то Вот оно Работает Ну получается Что упор Будет не в ту Бластмаску А здесь в железный Корпус Вот получается Видите Нижняя так А верхняя Вот упирается В железный Корпус Ну Сказать Что это Хорошо Нет Ну Плохого Ничего В этом Не вижу Все будет Работать Потому что Большинство Этих Переключателей К сожалению С поврежденной Этой частью Вот Реставрировать Ее Ну Мы еще Не начали Восстанавливать Данное Повреждение Настолько Оно Критично Вот у нас Прекрасно Собранный Опорник Все Видите Поцинковано Покрашено Серебрянкой Как по заводу Колодки Переклеены Все Одинаковые Толщины Колодки Эти Видите Парные Вот Сняты С одного Мотоцикла Все Красиво Но Что же Будет Когда мы Мы их поставим Сюда Заходит Колодь Вращается Но Стоит Нам Ставить Ось Все Еле Еле Вращается Вот Из-за Того Что Есть Некоторые Неточности В изготовлении Чуть Чуть В сторону Здесь Запрессовали Чуть В сторону Просверлили Колодка Там чуть Больше Там чуть Меньше Отштамповалась Отфрезировалась И у нас Уже Есть Смещение Вот Дальше Мы Вот Смотрим Где затиры Один и второй Затир Третий Затир Дальше Мы эти затиры Сполировываем Вставим И опять Проверяем Когда Начинаем Свободно Вращаться Уже Поджимаем Тормоз И смотрим Где Колодка Берет В идеале Колодка Должна Начинать Брать Снизу От оси Вращения И максимально Сюда Доходить Если Начинает Здесь Брать Ну Это Не очень Хорошо Максимальная Площадь Должна Быть И Стараемся Добиться Максимального Пятна Контакта Тогда Тормоза Будут Отличные Вот Порой Это Удаётся Сделать За 5 минут Чуть Подтёрли Раз Раз Всё Работает Но Бывали Случай Когда Уходило По Полдня На Такую Работу Вечер Пятницы На Данной Неделе Работа На 49 Закончена Докрашиваются Сейчас Последние Детали Очень Много Работ Пришлось Провести С Выхлопной Системой Так Как Были Куплены Новодельные Банки Родные Были Сильно Помяты Но К сожалению Качественное Дело Казалось Не Очень Пришлось Переделывать Крепление Много Чего Переделывать Подробно Это Показывать Не Буду Вот Такое Основание Стопика Уже Стоит Стопик Красится Так Что Дело Движется Совсем Скоро Я Вам Покажу Как Он Прекрасно Бурчит Продолжение следует... Продолжение следует...